24 января в Волгограде состоится открытие международных соревнований по легкоатлетике на Кубок Губернатора Волгоградской области. Турнир пройдет в регионе уже в 15 раз. В этом году за звание лучших будут бороться более 200 спортсменов из России и зарубежных стран. Кубок Губернатора Волгоградской области у легкоатлетов на особым счету. Этот турнир, как правило, открывает годовой сезон спортивных мероприятий. И это отличная возможность заявить о новых рекордах и подтвердить личные достижения. Тем более, что сделать это в Волгограде на арене, где добивались высоких результатов такие олимпийские чемпионки, как Елена Симбаева или Татьяна Лебедева, особенно престижно. Губернатор Волгоградской области, он всегда именно такая стартовая позиция, это все-таки в начале сезона. И такая есть даже традиция, когда начнешь на этих соревнованиях, если есть победы, есть результат, то и сезон сложится удачно. Поэтому мне хочется, чтобы эти традиции продолжались. Соревнования имеют статус международных, и в Волгоград уже начали прибывать гости из Латвии, Эстонии и даже Украины. Это еще одно доказательство того, что спорт, несмотря на политическую ситуацию, объединяет людей. В ходе нынешнего турнира будут разыграны 12 комплектов наград, 5 среди женщин и 7 среди мужчин. Призовой фонд составит более миллиона рублей. В программе состязаний бег, прыжки с шестом, в высоту, в длину и тройной прыжок. Волгоградские зрители смогут поболеть за земляка, серебряного медалиста мирового юниорского и европейского молодежных первенств, десятиборца Илью Шкуренева. Своё участие в женском турнире по прыжкам в высоту уже подтвердила чемпионка мира в помещении 2014 Мария Кучина. Кроме яркого спортивного события, зрителей ждет и развлекательная программа, в рамках которой состоится традиционный розыгрыш призов в лотерее. Соревнования на Кубе губернатора Волгоградской области стартуют 24 января в Манеже физкультурной академии.